всем привет ну что вот и сбылась моя мечта появилась у меня в коллекции та форма которая мне реально нравится это энцикле гардигера ну вот но мне она нравится больше чем которая у меня может быть кто-то со мной не согласится получилась очень очень интересная история собирались одни из наших вендоров продавцов на выставку и поставили на фейсбуке что вот мы готовимся загрузили наш вагончик с орхидеями я увидела кардигеру спросила так кардигера не говорят да ну и я конечно же вы оставьте мне одну если это возможно но мне не ответили на этот вопрос на мой вернее запрос когда я пришла когда я встретилась с ними уже на приготовление нашей выставки я спросила они говорят что уже заказали больше чем мы даже взяли ну конечно же я немножечко расстроилась но думаю ну ладно значит не судьба может быть в следующий раз мне повезет ну у них на столе они начали распаковываться и я увидела вот эту красотку скажу я вам сразу что у сходила я ну ну хорошо так вот я обновилась в общем я конечно не могла пройти мимо этой бархатной губы этих цветов но смотрите по сравнению с кардигерой они конечно побольше да побольше и немножечко такой вот другой оттенок вот такие вот цветы конечно же понятно что это не кардигера я именно хотела эту dark форм терм тёмную и когда я кстати вот такой вот кустик вот 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 такой вот кустик огромный и хочу вам сказать что аромат просто невероятный стоит утром я выхожу и здесь такое просто неописуемое и и цитрусовые нотки и какие-то ну в общем такой аромат стоит обалдеть я честно говоря решила что мне это энциклия думала что она мне больше нравится чем моя я думаю я поменяю ее на свою и буду наслаждаться ее цветами потому что но они реально обалденные не передается к сожалению аромат но цветы очень-очень красивый и это это гибрид стоила она кстати 60 долларов сколько раз два три четыре пять шесть семь цветоносов такой ну кустик нужно конечно конечно обновить я немножечко вот так почистила но нужно обновить нужно посадить наверно в больше делить я ее не хочу покажу я вам что это эпикат лея называется гений мэй на кардигера я когда начала гуглить это котлея гений гений ли герри мэй в общем очень красиво и зарегистрировала ее кстати наша моя любимая джуди джуди робертсон роберт робертсон то ну и вот я не знаю откуда такой аромат у нее может быть от котлей потому что она скрещена это аккландиай с другой ну аккландиай конечно запах обалденный у кардигеры скажу вам сразу запаха такого нет ну да и на второй день когда я уже пришла на выставку она меня увидела продавщица и говорит люда у меня для тебя что то есть ну я запрыгала прибежала прискакала она мне говорит не пришла моя покупательница которая заказала и вот я решила что я хочу ее тебе продать ну конечно же я сказала да она всего стоила 40 долларов смотрите такой обалденный кустик у них цены кстати очень очень приемлемые очень здоровски за такие цены не купишь ни на ebay нигде цветущее растение и вот это энцикле кардигера дарк фон форм на джим ну вот так вот я сходила хотела одну получила две одну красивые ну вот не знаю обалденный просто хочу я вам сказать сразу что я прикупилась я решила заменить не то что решила так получилось что я увидела много орхидеи которые у меня в маленьком размере и я хочу их поменять это я показываю что продолжает расцветать бутончики ринантера вьетнамика красивая также продолжает цветочки набирать здесь и здесь мой первенец мой по фиаде делу кстати очень благодарна за подсказку моей желтенькой малышки она уже отсвела мне подсказали ее название это котлей то не войнут yellow форм поэтому здорово что у меня есть такое хобби здорово что есть друзья по всему миру которые разделяют со мной мою любовь и я очень рада быть полезной кому-то ну и доставлять немножечко радости своим цветением и цветением других что из нового еще вот что у меня из нового еще появилась а вот такая вот африканская красотка название у нее скажу сразу это а ирангиз вот такой но это не он и я не буду ломать язык я подпишу название но это тоже челемиана но в общем напишу это не а ирангиз ну я решила прикупить цена у него конечно было кусучая но мне ее уступили еще и дали в подарок маленькую маленький фаленопсис потому что это мои одни из любимых продавцов помните мы ездили на я рассказывала поехали со мной было у меня такое было у меня такое видео мы ездили они выращивали клубнику ну в общем это были они я с ними давно давно знакома продолжает цветение эта красотка эта красотка не буду повторяться ну и вот что я заменила я нашла дендробиум обхулум всего за 20 долларов и вот с такими вот уже длинными длинными туберидиями слушайте классные конечно же я ее купила всего за 20 долларов у меня вообще там такие червячки ну а тут уже такие прям красивые ну в общем это у меня одна замена произошла кстати в прошлый раз я не показала эту красотку разбери чоколад ансидиум он у меня зацвел уже наверно вторую неделю цветет ну как то вот так вот он в стороне стоит у меня на столике и я его видно не сняла не показала аромат тоже обалденный растит он еще еще один цветонос как-то ансидиумы ухты ешкин кот еще один ничего себе только утром сейчас увидела ну здорово ансидиумы я как-то к ним спокойно было таким вот ансидиумом но мой муж их любит ну и вот так вот я вот их начала тоже выращивать я больше как-то мельтаниопсисы люблю покрупнее цветочки ну это красавчик тоже его еще называют шери бэби долго цвете будет класс из новенького еще расцвела вот ванда это гибридная ванда называется ванда култана ориента арома и это гибрид теселаты уже понятно да такая губа как у теселаты но она прям такая темная в этом году распустилась я не сказал это ванда теселата на ванда брюнея но брюнея она такая коричневая темно-коричневая есть и светло-коричневая ну вот наверное вот вот такой вот оттенок она дала култана ориентал арома вот такое вот название кстати переводится восточный аромат ну теселата да знаменита запахом и это конечно тоже пахнет красиво она мне уже даже не знаю какой год но вот понравилась и я пересадила в том году в такие горшки и все пошли в рост всем им понравилось мы перенеслись в мою маленькую тепличку и я не показала еще что я приобрела кстати с нашей поездки это расцвел опять очередная парочка цветочков как синые на бреви педикулата и я начала сейчас начала я увидела наталья арха джунгли здорово все таки чтобы так вот нужно у кого-то что-то увидеть в общем все мои сейчас контейнеры все мои какие-то из под соков из-под молока я все использую и вы знаете мне нравится в общем вырезаю я такие подглядела я у нее и я начала вырезать такие вот контейнеры и водичка в них и мне кажется что и моим орхидеям это очень понравилось в общем что я не показала в тот раз я купила это очень очень большая редкость в наших краях я даже не видела ни у кого цветение дендробиум синили ай синили волосатик я за ним долго ну гонялась смотрела спрашивала у всех в общем вот такой вот экземпляр у него нет совершенно корней вот так вот мне кажется что он рос на блоке то наверно хозяина фотография ну вот прошло уже наверное недели две или три до с нашей поездки вот так вот я его положила просто в горшок и смотрю что здесь пошло движение я очень боюсь его потерять цена такая кусучая тоже была без корней без ничего вычитала что ему нужно солнышко ну в общем пока что вроде бы растет все хорошо у него на этой стороне что из новинок я тоже купила ванда теселата она у меня была когда-то теселата тискосея это миниатюрная маленькая ванночка но мне когда-то было но такое вот здоровое растение когда-то я ее продала и вот сейчас я ее опять себе купила три цветоносика маленькая вот кстати гибрид крис с крестатой выпустил тоже еще один цветонос как-то он там с другой стороны его выпустил и в общем я даже не заметил и вот так вот я тоже в баночку корешки слушайте нравится им всем спасибо натали за такую подсказку крестата распускает второй цветоносик ну а что еще здесь это новинка такая вот еще одна это вот такое вот название природный фаленопсис ну в общем купила я такой вот еще и что еще да кстати и вот это вот фаленопсис который мне дали в подарок вот такой миниатюрный фаленопсис здесь кстати мы сдавали меня опять порадовала распустился очередной цветочек здорово я положила вот так вот камушки чтобы было прохладно корням и смотрю что ей нравится ну посмотрим у нас еще лето не было поэтому посмотрим это кстати дизы которые вот я удалила этот вот цветочек и я смотрю что здесь появилась маленькая деточка я очень рада где 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 сейчас покажу вот 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 маленькая деточка появилась потому что у этой ни одной детки не было так ну а здесь вот еще что новенького подрос уже такой цветоносик поменьше был это грамматофилум вот такой вот я купила у меня есть грамматофилум но он конечно не знаю когда расцветет ну в общем решила я купить цены очень очень были приемлемые я еще раз повторюсь но я заменила я заменяю сейчас вот допустим вот как вот этот вот дендробиум у меня здесь был дендробиум ханг хокке айса кажется я показывала его в предыдущем цветении был желтенький цветочек ну вот не моё я смотрела на него смотрела и в общем я решила заменить его на вот такой вот в общем я что-то сейчас продаю что-то меняю на более взрослые растения решила пересмотреть всю свою коллекцию ну а вот здесь вот мой трантонюай радует меня цветочек такой вот прям большой большой и чтобы вы думали я нашла еще один за очень смешную 35 долларов ну вот 35 долларов посмотрите сколько здесь сколько здесь новых не новых а ну вернее дай новых ростиков и и какое растение крупная едва цветочка в общем я решила что я его себе куплю ой ну а это еще одна моя новинка посмотрите какое здоровое какие корешки какое здоровое растение эти корешки это я когда увидела корешки наверное меня они больше поразили класс то вы же кажется было 35 долларов но посмотрите сколько розеток ангрекум дидири ай дидири он так вот роз на маленьком видно кусочки а потом его прикрутили на более крупный блок и расцвел он здоровски в общем вот такие вот новинки меняю я что-то кстати на моей коряшки на моей коряшки расцветает наверное я когда-то садила но я думаю что это форбезиай похоже псевдобульбы я не знаю но вот смотрю что здесь два бутончика мне кажется что это форбезиай будет но что еще на верхней полке нового вот что нового мы заказали когда мы ехали с автобусного нашего путешествия это дендробиум сукулатум и вот нам его привезли 40 долларов такие вот цветоносы огромны у меня совсем ну маленький был это наверное ничего не сказать там 2 псевдобульбочки было наверное и вот он не хотел у меня расти я его и в горшок я его и на блок ну в общем и вот такой вот я себе купила красивое здоровое растение очень много псевдобульб но растет вот он во мхе я пока что его конечно не трогаю буду наблюдать здесь кстати набирает бутончики дендробиум василий ну уже покажу его следующем видео когда расцветет и вот мой кстати вот этот вот я не знаю что это он ни разу не цвел посмотрим мне кажется что здесь растит он цветоносик очень много похожих этих дендробиумов я не буду сейчас гадать мы посмотрим если распустится сейчас вот мы с вами находимся между моими двумя гринхаусами и на следующий день когда была выставка вот распустился дендробиум масчатум кажется он называется не успел он раскрыться на выставку ну вот дождик был пару дней такой вот поморосил и цветочки немножечко немножечко так вот подустала выглядит да но он наращивает очень много цветоносов цветоносов с этой стороны вот тоже будет много цветоносов поэтому покажу его когда они уже сразу все расцветут как-то один цветоносик открылся она все остальные запаздывают это здесь огромный мой ансидиум спичелатум дэнсинг леди маленькие называют еще их эти цветочки в общем я здесь буду эту всю это все перестановка будет здесь это у меня есть такая задумочка сейчас что здесь сделать красивые длинные цветоносы очень не здорово смотрится когда их много у меня есть еще где-то вот тут вот тут вот еще есть кусочки подружка переезжала и она вообще не увлекается в общем я у нее все это дело собрала и потом себе сделаю где-то их пристрою в одном месте кстати еще все свои я телансии тоже прикрутила на вот такую вот коряжку захотелось них как-то вместе опять же увидела у наталий и так вот они себе на коряжке будут вместе все расти ну в общем посмотрим что-то хочется новенького что-то вечная тут сооружаю ты кстати наверное никогда не показывала такое вот у меня чудо природы есть такое название у него цветочки не открываются полностью вот такие вот они такие вот даже не знаю как это назвать бочонки в общем вот такое вот чудо природы ну и закончу я уже здесь что-то у меня еще из новенького ада вот биферинария хариса не лай но вот такая вот красивая розовая сиреневая форма красивая очень красивые цветы я люблю биферинарию так что вроде бы это все из новенького ну и вот для сравнения вот это вот энциклия ну ее конечно не сравнить с новенькой моей ну вот вроде бы и все такое у меня еще растение появилось интересное ну что всем пока пока и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok